Мой отец болеет онкологией легких 2015 года, обнаружили в июне. В августе 2015 проведен курс радикальной лучевой терапии дозой 60 грей. Затем регулярно проводим проверку, делаем СКТ органов грудной клетки с контрастированием внутривенным болюстным. Все обследования были проведены в одном месте – ФГБУ РНЦР. Динамики роста опухоли по тем исследованиям не наблюдалось. Крайние КТ в этом центре декабря 2019. Однако последнее исследование КТ было проведено в другом месте, без болюстного контрастирования – 13 мая 2020. Четкого описания на руки не получили. Хотим, чтобы вы рассмотрели два последних исследования КТ легкого в декабре 2019 с контрастом и май 2020 без контраста. И ответили на вопрос, есть ли какие изменения, положительная динамика в плане онкологического заболевания. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1950 года рождения. Дата исследования – 13 мая 2020. Сравнение с результатами КТ от 2 декабря 2019 года. Область исследования. Органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях по строениям трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправленные. В корне правого легкого визуализируется мягкотканное образование аксиальным размером 57 на 38 мм. Ранее 61 на 32 мм. Вертикальный размер 41 мм. Ранее 40 мм. Нативная плотность до плюс 45 хаунсфилда. Ранее до плюс 49 хаунсфилда. Артериальная плотность до плюс 58 хаунсфилда. Венозная плотность до плюс 84 хаунсфилда. В образовании втянутой ветви правой легочной артерии. По нижней половине косой плевры определяется включение размером 83 на 8 на 9 мм. Нативной плотности минус 62 плюс 90 хаунсфилда. Ранее минус 8 плюс 75 хаунсфилда. Артериальная плотность плюс 88 по хаунсфилду. Венозная плюс 84 хаунсфилда. Пневматизация легочной ткани неравномерно повышена до минус 960 минус 1070 хаунсфилда. Ход и проходимость трахеи. Главных из слева долевых сегментарных бронков не нарушены. Справа определяется компрессия долевых бронков до 8 мм. Нижнедолевого. Верхнедолевого до 9,5 мм. Без динамики. Среднедолевой бронх компримирован до 3 мм. Ранее 6 мм. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей. В проекции корональных артерий массивное отложение кальция. Диаметр легочных артерий справа 26 мм, слева 22 мм. Ранее 24 мм и 22 мм соответственно. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Желудок на 65 мм пролобирует грудную полость. Заключение. КТ-картина центрального образования правого легкого с признаками увеличения в процесс долевых бронхов правого легкого, ветвей правой легочной артерии, косой плевры. Нарастание стеноза среднедолевого бронха по сравнению с КТ от 2 декабря 2019 года. КТ-признаки хронической абструктивной болезни легких. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы второй степени. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов-МА. Комментарий врача-рентгенолога. В основе оценки динамики любого процесса, по данным КТ-МРТ, лежат два момента. Это размер патологического очага и накопление контраста им. В вашем случае по размерам опухоли существенной динамики нет, и это уже хорошо. Накопление контраста сами понимаете не оценить. Опухоль достаточно крупная, она сдавливает бронхи правого легкого, особенно среднедолевой бронх, его просвет уменьшился почти вдвое. Это способствует нарушению функций легкого, чувству нехватки воздуха. Этому также способствует эмфизема, сейчас это бронхоабструктивная болезнь легких. Из-за грыжи пищеводных отверстий могут быть боли в грудной клетке. С этим лучше к гастроэнтерологу обратиться. Вопросы пациента. В результате исследования двух КТ от декабря 2019 и мая 2020 года остались вопросы. 1. Вы пишите в письме в комментарии, по размерам опухоли существенной динамики нет, за счет чего тогда уменьшился просвет среднедолевого бронха до 3 мм. Ранее было 6 мм. 2. Вы пишите, по нижней половине косой плевр определяется включение размером 83 на 8 на 9 мм. Нативной плотности минус 62 плюс 90 хаунсфилда. Ранее минус 8 плюс 75 хаунсфилда. Артериальная плотность плюс 88 хаунсфилда. Венозная плюс 84 хаунсфилда. Не совсем понял, это включение было в КТ от декабря 2019 года? О чем может говорить это включение? Может ли это метастаз? 3. Прошу уточнить динамику ПКТ от декабря и мая по поводу непрослеживания нижнедолевого бронха справа после отхождения B6. Интересует динамика, на каком расстоянии или участке не прослеживается этот бронх? 4. Вопрос по общему выводу. Есть ли прогрессирующие патологии опухоли по сравнению с декабрем 2019? Ответ рентгенолога. 1. Нет внешнего роста опухоли, но внутренние пустоты заполняются опухолевыми массами. 2. Это продолженный рост опухоли, по суде тот же метастаз, только имеющий связь с первоначальной опухолью. 3. Данных за непрослеживание нижнедолевого бронха нет. Он прослеживается везде, где нужно. Несколько компримирован, но прослеживается. 4. В целом, минимальное прогрессирование есть. Нарастает компрессия среднедолевого бронха. Нет уменьшения после лучевой терапии. Вопросы пациента. Спасибо за ответ. Некоторые детали не совсем понятны. Прошу уточнить. 1. Вы пишите по нижней половине косой плевр. Определяется включение размером 83 на 8 на 9 мм, нативной плотностью минус 62, плюс 90 хаусфилда. Ранние минус 8, плюс 75 хаусфилда. Артериальная плотность плюс 88 хаусфилда. Венозная плюс 84 хаусфилда. Было ли это включение видно на КТ в декабре и изменилось ли оно в сторону прогресса онкологии? 2. Вы пишите, нет внешнего роста опухоль, но внутренние пустоты заполняются опухолевыми массами. По предыдущим обследованиям, исследуемся несколько лет после облучения, в опухоли мяткотканной массы были достаточно однородны, незначительно накапливающие контрастный препарат, могут ли они создать компрессию. Ответ рентгенолога. 1. Было и копило контраст, что говорит о том, что это опухолевая масса. Роста объема нет, но нет уменьшения после лучевой. 2. Под полостями я имел ввиду просвет бронхов, которые вовлечены в патологический процесс.